Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я хотел бы затронуть тему новых консолей, а именно высказать свое мнение по поводу проблемы PlayStation 5 и Xbox Series X. Если вы вдруг будете согласны с моим мнением, то не постесняйтесь нажать лайк на это видео, ну и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Но перед тем, как я начну, хотел бы поделиться с вами эксклюзивным промокодом на покупку с Алиэкспресс. Данный промокод дает вам скидку в 250 рублей на первый заказ, то есть промокод работает только для новых аккаунтов на первую покупку от суммы заказа в 320 рублей. С помощью данного промокода вы сможете взять почти даром, к примеру, держатель для телефона, подставку для консоли или какие-нибудь другие вещи на этом сайте. И не только для консолей, поскольку промокод действует на все товары. Кстати, держатель я рекомендую, прикольная штука, чтобы играть в мобильные игры, и если подвезут xCloud в Россию, то в принципе он вам точно пригодится. В общем, используй промокод и получи скидку. Начнем мы с того, что выход новых консолей уже на носу, и их выход запланирован на конец этого года. К сожалению, пока нет официальной информации, когда выйдут консоли и сколько они будут стоить, поскольку компании немножко друг друга боятся и держат эту информацию в тайне. Ну, поскольку если одна консоль будет дешевле, чем другая и во много раз, то в принципе это сразу проигрыш. Несмотря на это, многие, в том числе и я, ставят ставки все-таки на ноябрь. И если это будет действительно так, то в принципе до выхода новых консолей осталось где-то 4 месяца. Вспоминая при этом консоли восьмого поколения, а именно их анонс, мы практически все, что касаемо цены, даты, игр, мы узнали, если мне не изменяет память, где-то до середины лета 2013 года. В то время мы уже понимали, что нас ждет, в какие игры мы будем играть, какие новшества нас ожидают. В этом же поколении, вернее в следующем, у нас, у геймеров есть некая проблема. К сожалению, этой проблемой является маленькое количество готовых проектов под новые консоли. Просто знаете, игры это ради чего мы и покупаем те или иные игровые платформы. И когда нет того самого, а именно тех самых игр, то в принципе я задаюсь вопросом, а зачем тогда вообще выпускать ту или иную платформу? Кстати, что Майки, что Соня, они опять же молодцы и видят спрос и те самые проблемы. И опять же придумывают решение. Заметьте, сколько сейчас геймеров смотрят лишь на разрешение, FPS и на графические улучшения. Просто исходя из комментариев, реально складывается ощущение, что мы забыли про игры. Про сами игры. Про их сюжет, про их геймплей. И большинство почему-то обращает внимание именно на такие графические критерии. Кстати, напишите в комментариях свое мнение по этому поводу, вы больше за графу или за игру в целом. Просто знаете, если вы внимательно посмотрите на то, что нам анонсировали компании и пересмотрите их последние презентации, то вы должны понять, что большинство хайповых проектов, большинство крутых проектов, даже не имеют даты релиза. А то, что выйдет в начале следующего поколения, немного вызывает сомнения. Возьмите того же Человека-паука на PlayStation 5. Он даже вызывает сомнения в новизне игры, поскольку это спин-офф, который скорее всего будет продаваться вместе с первой частью. Тут Sony, кстати, молодцы для себя, поскольку не рубят бабло, и плохи для фанатов, поскольку они просто заставляют обладателей PlayStation 4 переходить на PlayStation 5. Хотя при этом, в принципе, адекватные люди понимают, что данный Человек-паук мог без проблем выйти на PlayStation 4. Майки, кстати, в этом плане не такие жадные, как Sony. Возьмем другой пример, та же Halo Infinite. Из последних новостей нам явно дают понять, что игра не доведена до идеала, хотя ее выход намечен на старт новой консоли. Эту тему, на самом деле, я не хочу склонить в сторону какой-то компании, поскольку проблемы есть и у тех, и у тех. То есть новых проектов, которые будут показывать нексгены, которые будут заточены под новые поколения, их очень мало. Я думаю, что компания также видит эту проблему и пытается ее решить через обратную совместимость, ну а также через апгрейды старых игр. Да, обратная совместимость и апгрейдность, это, безусловно, плюс, класс, когда у вас все-таки купленная библиотека игры останется в новом поколении. Но, как по мне, это намек на то, что новых игр очень мало и как бы немножко пахнет халтурой. Ну, мол, у нас нет новых игр, но мы вам апгрейдим в старые и как бы поиграйте пока. Проблема еще заключается в том, что мы собираемся покупать новые консоли, хотим получить каких-то проектов под эту мощь, но, к сожалению, мы, скорее всего, продолжим играть в старые игры с графическими улучшениями и получим лишь несколько новых проектов. Вообще, данную проблему очень хорошо можно было почуять после презентации State of Play. Нам, пока мы были в Дубае, если не в курсе про Дубае, то полейте Instagram, ссылка в описании. Удалось парням посмотреть эту презентацию и, если честно, мы не остались в восторге, поскольку данный контент, именно те игры, которые показали, они не тянут на какую-то отдельную презентацию. И с таким подходом можно было просто выпустить трейлеры данных проектов, но никак не делать презентацию. О чем вообще речь, если до выхода новых консолей осталось меньше, чем полгода, и Sony на своей презентации показывают лишь каплю новых проектов для PlayStation 5? Кстати, скорее всего, видос о том, как мы смотрели State of Play, будет на лайв-канале, поэтому подписывайся. Также, учитывая данную презентацию, наши догадки, к сожалению, подтвердились. Компаниям, походу, нечего показывать, и у них мало что готово для нового поколения. Если же вспомнить Microsoft, то они заанонсили Stalker, Fable, Forza, но проблема заключается в том, что никто не знает, какими игры будут, и никто не знает, когда они вообще выйдут. Поскольку есть подозрение, что Fable может выйти в конце 2021 года, а то и позже. Единственное, что будет нас спасать на новых консолях, это, скорее всего, старые игры, которые получат графический апгрейд. И, скорее всего, мультиплатформа, которой тоже, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Знаете, если адекватно смотреть на эту ситуацию, то складывается такое ощущение, что новые консоли выходят очень рано, и консоли PlayStation 4 и Xbox One могли бы существовать без новых консолей еще где-то год, а то и больше. Если вы вдруг с этим согласны, то не стесняйтесь прожать лайк. Поскольку контента для девятого поколения на данный момент, походу, очень мало. Посмотрите на электроников и на их спортсимуляторы. Если я не ошибаюсь, новая NHL даже не будет получать графический апгрейд на новых консолях. Это значит, что у них, блин, ничего не готово. Вообще, у меня на самом деле были ставки на летние презентации от компании Microsoft, Sony на презентацию электроников, но дело в том, что они не оправдали ожиданий. Так как, по большему счету, многим нечего было показать. Знаете, я все еще жалею, что в тот раз осталось смотреть презентацию электроников, поскольку они там вообще ничего не показали. А мне после этой презентации надо было через 3-4 часа вставать на работу, я был просто овощем. Единственная надежда в этом плане остается на Microsoft и на ее презентацию, которая будет совсем скоро. Опять же, если вспомнить все слухи, которые были, о том, что у них много проектов, которые не анонсированы, и что проекты будут выходить чуть ли не каждый месяц, надеемся, что они все-таки покажут большое количество проектов, которые выйдут в начале нового поколения. Также у меня остались надежды на Gamescom, на которой, в принципе, тоже должны показать множество проектов для новых консолей, и, пожалуй, все. Но, ребят, помяните мое слово, если до конца августа нам не покажут море контента для новых консолей, то, к сожалению, старт новых консолей в плане игр будет не такой насыщенный, как хотелось бы. И тогда, в принципе, многие обладатели нынешнего поколения, которые не гонятся за графическими улучшениями, которые не гонятся за какими-то новинками, могут продолжать и дальше сидеть на этом поколении и ждать того самого контента. Лично я верю в лучшее и надеюсь, что все-таки в ближайшие дни анонсируют море контента для новых консолей и ситуация немножко исправится. В общем, на этом все. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok